От Тухачевской до Карла Маркса. О том, что здесь раньше располагался частный массив, говорит только название микрорайона, поселок Братьев Кузнецовых и одиночно сохранившиеся деревянные дома. Активная застройка высоток обещала радужное будущее новоселам. Но пока запросы по развитию инфраструктуры у жильцов еще остаются. Сегодня их рассмотрели совместно с районной администрацией и депутатом Госдумы Александром Хинштейном. Усадик действительно нас бы устроил, потому что решить вопрос для молодых семей, которые могли бы отдать детей туда и выйти на работу, это тоже было бы очень важно. Согласен полностью. Более двух с половиной тысяч квартир. Основной контингент – молодые семьи с детьми. Наличие дополнительных соцучреждений было бы не лишним, считают жители. Во многих густонаселенных районах тема нехватки социальных учреждений стоит очень острой. Я с этим сталкиваюсь как депутат регулярно. Ну и жители тоже понимают. Есть свободный участок 60 соток. Этот участок была попытка передать как компенсационный под решение проблем мантых дольщиков. Однако город с этим не соглашается. Я полностью здесь позицию главы города поддерживаю. Детский сад здесь нужен. Еще один запрос жителей поселка – улучшение дорог в микрорайоне. Данный пункт уже заложен в смету бюджета районной администрации на 2021 год. Обе проблемы имеют решение. На сегодняшний день есть участок, на котором возможно строительство детского сада. И, в общем-то, город на этом настаивает. Город в этом заинтересован. И это предложение город направил в Министерство строительства Самарской области. Проблема с дорогами, она более локальная. Это уже зона ответственности районной администрации. Ну, тоже план мы выработали определенный с жителями. Сегодня прям буквально его согласовали. Уже в этом, в 2021 году мы начнем ремонт этих дорог. В этом году запланирован ремонт по улице Киевской, в 2022 и 2023 по проспекту Карла Маркса и улицы Дачная. После встречи с властями Дмитрий Тимонин признается – диалог состоялся. Я доволен сегодняшним визитом. На наши проблемы обратили внимание. Я понимаю, что есть какое-то желание решить. Предложенный план, конечно, дает надежду, что мы сможем решить эту проблему. Будем надеяться, что она будет реализована. Гульфия Сафина, Григорий Плешаков. События.